Привет всем! Благослови всех Господь и сохрани всех Господь! Я хотел бы сегодня просто поговорить, какие подарки делает Господь в нашей жизни. Такие подарки, которые ни за какие деньги, ни за какие вещи. Вот я когда жил в миру, у меня какие-то вещи были, я искал, искал мирское все, искал это, я думал это мне подарок, это все будет. Но это все в конце концов почти меня не убило. Потом когда приходишь к Богу, когда правильно понимаешь покаяние, когда правильно идешь за Богом, когда служишь Богу, понимаешь, что Он делает. Покаяние это остановка греха, Бог тебе дает Библию, дает истину, дает Святого Духа. И самое первое, что, который подарок сделал, был Бог для нас, это на Голгофе, когда Иисус Христос взял свои... Я сейчас прочитаю это местописание, послание Галатам, 1 глава, 4 стих. Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. По воле Бога и Отца, Ему слава во веки веков. Аминь. Ибо хотя Он и распят в немощи, но жив силой Божией, и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силой Божией. Когда мы идем за Богом, служим Богу, думаем о Боге, выключаем этот свет мира, тему эту, выходим из этой тьмы, включаем лампочку Бога, тогда Бог дает нам. Когда мы читаем Библию, наполняемся, молимся, когда Бог все это делает, доверяемся Богу, и Он дает нам свой первый подарок. Вот и был Иисус Христос, Голгоф, Крест, когда Он наши все проблемы взял, наши грехи. И все, Он говорит, идите через меня, начинайте читать Библию, начинайте чистить свою совесть, чистить свое сердце, начинайте все. Он все уже знал. Библия это очень золотая книга, ее надо наполняться, читать, и идти за Богом каждую секунду, потому что Он есть путь истинная жизнь. Иисус сказал, я есть путь истинная жизнь, никто не придет к Отцу, как только через Меня, и вот мы должны, если Он будет истинная жизнь, мы путь идти за Ним, жить с Ним. И потом Бог дает такие подарки, которые ты сам будешь в шоке, Он тебя остановит от греха, Он тебе даст инструкцию жизни, Он тебе даст дальше, Он тебе даст это. Ты будешь не каким-то плохим человеком или проклятием для других, ты будешь благословением для других, и все будут в шоке, скажут, как это такое, да, вот такое делает Господь Бог. Он делает, в немощи человека проявляется Божия сила, не сила человеческая, которую можно купить деньгами или еще чего-то. Это не сила, у Бога совсем другая сила. И такая сила, в чем проявляет, это не шутки, если Он сказал да, значит будет да, там никто, хоть танки, самолеты пускай летят, не остановит никто. И за это я хотел бы сказать, пусть сейчас каждый это понес, если Бог делает подарки, Он делает подарки, да. Он первый подарок сделал, это Иисус Христос, который умер за нас, который остановил грех, который это, но Он говорит, покайтесь и идите ко Мне, идите ко Мне. Просто оставьте грех, оставьте нечистую плоть, все, старое у нас прошло, теперь все новое, но к новому надо идти, вот умирать каждый день для себя, и чтобы мы шли к Богу, чистились, познавали Боговую Библию, молитвы, в Слове. И тогда Бог даст нам великое и недоступное, Он уже дал, просто мы должны это все брать и делать. Он говорит, делайте, я вам даю все, только вы делайте, и идите за мной. Из-за этого каждый из нас должна, должен понять, что мы зависим от Бога, что мы так и так все встанем перед Ним, и мы должны просто приготовиться на этом мире к Нему, и жить по Егошним законам, по Егошним заповедям, по Егошним наставлениям. Библия все нам дала, у нас все есть перед руками, взять это все серьезно, потому что мы понимаем, что без Бога это все пустота, все просто пыль, да, пыль, которая проходит, наша вся жизнь проходит. Из-за этого мы должны все наше, что мы живем, Бог дает нам время прийти к Нему, дает через испытания, через проблемы, чтобы мы пришли к Нему. Мы должны это понять и идти к Нему, это очень важно. Так что примите Бога, Иисуса Христа, как своего Спасителя, как своего Бога, и Бог даст вам настоящие подарки, да. Такие подарки никогда не купить, не за какой ценой, Он даст вам истинный путь, и вот это все есть, просто примите, встаньте на колени, помолитесь, да. Давайте вместе сейчас помолимся, кто хочет это. Отец Небесный, спасибо тебе за все, что ты делаешь в моей жизни, спасибо за Иисуса Христа, за Голков, за то, что Он умер, за все грехи человеческие, за мои грехи, за то, что Он дал мне жизнь вечную с тобой, за то, что Он дал Библию, за то, что Он оставил Духа Своего Святого, который наполняет меня, ведет меня, делает мне подарки тоже, и благословляет меня, и делает то, такие подарки, которые ни за какие цены никто не может купить. Это уже все, эти подарки пошли от Бога, он говорит, теперь я буду тебе дарить подарки, и не это, и все. Из-за этого пусть каждый сейчас из нас примет Иисуса Христа как Спасителя, идет за Ним, кается, делает что-то для Бога, и Бог будет делать твои, через смирение, через раскрушенное сердце, он будет делать в твоей жизни подарки. Ты будешь очень рад, и увидишь, как дальше, ну тебе надо принять это, это все не шутки, это все настоящая Библия, это Слово Божие, и идти за Ним, искать Его, Бога искать везде, ищите меня везде, я покажу вам. Да, и возовите ко мне, Еремея 33,3, возовите ко мне, я покажу вам великое и недоступное, мы должны вызвать к нему, и он покажет великое и недоступное, из-за этого. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.